Здравствуйте, дорогие друзья! В прямом эфире программа «Четверть часа». Меня зовут Алексей Полянин. Сегодня мы празднуем первое и второе обретение главы Крестителя Господня Иоанна. Святой Претеча подготавливал людей к пришествию Спасителя Мира. Он обличал пороки и призывал к покаянию. Его главный призыв, тот, что запечатлен в Евангелии от Матфея – «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Причем эти слова были обращены ко всем без исключения – беднякам и богачам, воинам, мытарям и фарисеям. Но не все были готовы откликнуться, принять или хотя бы вытерпеть это. Впрочем, проблема нераскаянности, убежденности в собственной правоте и отвержения спасительного пути сопровождает падшее человечество всю его историю. Иродиада, чье незаконное сожительство с царем Иродом обличал пророк Божий, добилась его казни. Родная дочь принесла и на блюде отсеченную голову Иоанна Предтечи. Святыню спасла от уничтожения благочестивая Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова. Она погребла честную главу в глиняном сосуде на Елеонской горе. В IV веке после окончания гонений на церковь с разницей более чем в столетии эта святыня обреталась, терялась, но потом вновь находилась. Учитывая все исторические данные, сегодняшняя дата отмечена в православном календаре как день первого и второго обретения главы Иоанна Предтечи. А частицы этой святыни прибывают сразу в нескольких уголках Евразийского континента. Во Франции, Италии, на Святой горе Афон и в армянском монастыре в Нагорном Карабахе. В наши дни в Севастии, библейском месте, где Иоанн Предтеча был обезглавлен, совершает богослужение архимандрит Иустин, игумен и единственный насельник монастыря у колодца праотца Иакова и фатины Самарянки в городе Наблус. Несмотря на постоянные угрозы и покушения, отец Иустин продолжает славить Христа и надеется восстановить Севастии. На святом месте разрушенный храм, так же, как когда-то восстановил Дом Божий в Наблусе в библейском сихеме. Ранним утром в праздник Иоанна Предтечи протерей Павел и матушка Мария Ал-Алам из города Бейджала приехали в Наблус к архимандриту Иустин. Доброе утро, с праздником! Мы собираемся на службу, едем сейчас в собачье на богослужение, носим с собой пресворки на пяти хлеба. Вот у нас такие хлебы, пекут на литию. На воротах обители, у которых стоит отец Иустин, многочисленные следы обстрелов. Да и сам батюшка за 40 лет служения здесь у колодца праотца Иакова и Самарянки Фатины пережил несколько десятков покушений. И когда восстанавливал древний храм, и теперь, когда служит в нем. Вот мы с вами приезжаем в Севастью. Когда-то здесь были ворота и большая колоннада, которая вела к центру города. И, конечно же, здесь был рынок. К месту совершения божественной литургии отец Иустин идет со старым другом, архимандритом Хризастомом, настоятелем монастыря преподобного Герасима Иорданского. Разрушенную когда-то обитель в Иудейской пустыне, отец Хризастом с благодатной помощью святого Герасима сделал цветущим оазисом, где любят бывать и христианские паломники, и местные жители мусульмане. Сегодня возрадуется плачущий ангел разрушенного храма. Вновь в библейской Севастии совершится величайшее церковное таинство. Служить будут на трех языках – греческом, арабском и церковно-славянском. Служить будут на трех языках – греческом, арабском и церковном. Меня зовут Мишель Сааде. Я староста церкви в Набусе, в деревне Рафиди. Я также пою в хоре. Очень люблю приезжать сюда на праздник святого Иоанна Притечи. Так же, как в храме над колодцем Иоакова, мы служим божественную литургию. Я участвую в службе, пою на клиросе. Это место разрушенное, но когда-то здесь был храм. Мы верим, что Господь молитвами всех нас, христиан, управит. И на этом святом месте Отец Иустин построит храм. Мы будем молиться в храме, а не в развалинах церкви, как сегодня. Поздравляю всех вас с праздником! Мы находимся в Севастии, где отсекли голову Иоанну Притечи. Здесь, внизу, в крипте, темница, где он сидел и где его обезглавили. А там, в деревне, под мечетью, есть гробница, где похоронен Иоан Притеча, а также другие пророки, Елисей и Осия. Мечеть устроена на месте древнего храма. А здесь, на этом месте, после 220 лет, я смог выкупить эту землю, и теперь она принадлежит нам, христианам. Вот уже 36 лет эта земля с остатками древнего храма в наших руках. Но сколько судов! От суда к суду, от суда к суду, я иду к тому, чтобы получить разрешение на восстановление храма. Я верю, что Господь это устроит. Я верю, до последних дней Господь поставил меня быть хранителем храма над колодцем Иакова. И также я хранитель и этого святого места. Я верю, что построю здесь храм. Не умру, пока не построю храм. Это тюрьма, где сидел Иоанн Креститель, и где отсекли ему главу. Вся земля здесь пропитана кровью мученика. Святой Иоанн Креститель, его святость велика. Он пророк из пророков, мученик из мучеников, преподобный, как святой Савва. Он объединил в себе многие качества святых, и прославлен, и как пророк, и как мученик, и как преподобный. И первое обретение его честной главы было здесь, а потом уже отнесли ее в Иерусалим. А как же все тогда говорят, что все это было в Иордании, в Махероне? Нет, это ошибка. Это неправда. Дворец Ирода был здесь. Тогда не было ни самолетов, ни вертолетов, ни машин. Каким образом это быстро туда-сюда привезли бы? Нет, все произошло здесь. Да, и здесь всегда был храм, а там нет. Слава Богу, здесь всегда был храм, и дай Бог будет. В Евангелиях Иоанн Креститель, его призывы именуются глазом вопиющего в пустыне. Он призывал людей стремиться к духовному родству с Богом, стать будущими последователями Иисуса Христа. Иоанн хотел, чтобы такие последователи приходились друг другу братьями, чадами одного небесного отца. Братьям посвящен и духовный кант архидиакона Романа Тамберга. Мы услышим его в исполнении арт-группы «Ларга». Ну а клип на эту песню был собран и съемок, которые велись на Святой Земле и в Греции, в Лапаевске и Нижнем Тагиле, в Уральских лесах и московских храмах. Режиссер Светлана Ладина, операторы Матушка Мария Ал-Алам, Тимофей Обухов, Алексей Черных и Сергей Панжавкин. Наверняка вы обратите внимание, что начальные кадры клипа запечатлели уже знакомого вам отца Иустина и еще одну легенду Святой Земли архимандрита Хризастома из монастыря преподобного Герасима Иорданского. Субтитры создавал DimaTorzok Помолимся, братья, Богу, в мирскую отринем печаль. Пора собираться в дорогу, покинуть сей горестный край. Мы взяли тяжелое бремя, пошли неширокой стезей. Покинули сродников бремя, а честь взыскали иной. Дорогу же, братья, в дорогу, нелегкий мы выбрали путь. Пусть тверст впереди еще много, и хочется сесть отдохнуть. Пусть тело смертельно устало, а камень разбит из стопы. Пусть пройдена мизерна ма, и много сверхсил впереди. И все же прошу вас, дорогу, так видно уж нам суждено. Мы послали в путь этот Бога, иного пути не дано. Мы взяты от грешного мира, мы призваны к доле иной. Гостить мы здесь больше не в силах, пора торопиться домой. Мы всюду для всех чужестранцы, мы путники в вечном пути. И вечно должны мы стараться идти лишь идти и идти. Не скоро, быть может, забрежит на скорость из войнаши свет. Но силы вселяет надежда, хоть сил уже, кажется, нет. И все же, родные в дорогу, на месте топтаться нельзя. Помолимся, братья, Богу, помудим немножко себя. И будет за труд нам награда, достигнем мы цели в пути. Там, братья, такая отрада, которую здесь не найти. Там синие реки и горы, там чистые льются ключи. Там, братья, такие просторы, там рай для уставшей души. Навстречу хозяин к нам выйдет, и в дом свой лаская ведет. Как брат нас за плечи обнимет, и слезы, как мать, оботрет. Который владыка накормит, и взяв, как снега, водонос. Смертно немногие морят от пыли дорожных и стопс. Смертно немногие морят от пыли дорожных и стопс. На этом пока все, дорогие друзья. Спасибо вам за внимание и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова